наш эфир продолжает программы эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый день и добрый день слушатели зрители читатели писателей всех у нас но начнем наверное по традиции с событий европейских а потом уже как судьба ляжет несомненно начнем с европы а потом если бог даст вырулим и к американским проблемам признаться я собирался сегодня начать с печальной или плачевной судьбы австрийского канцлера себастьяна курца отпевать его рановато этому парню где-то за 30 молодой динамичный вполне себе ничего хорошенький такой и несомненно один из самых умных и самостоятельных это очень важно самостоятельных лидеров современного европейского союза это заметно и потому как ведет себя он не бьет челом перед верхушкой европейского союза у него много бывает шагов выявляющих его редкую самостоятельность вам фактически привел свою австрию в разряд чемпионов восточной европы объединив вокруг себя горсть восточноевропейские государства вообще-то правильнее назвать их центрально европейскими какая уж тут восточная европа это ведь был географический миф геополитический миф на самом-то деле мы говорим о центральной европе но тем не менее по политической традиции называют восточно европейскими странами это недавно освободившиеся четверть века назад уже освободившиеся от советского и 30 лет назад освободившиеся от советского господства доминант церкви ига так вот канцлер курс стал сейчас а надо сказать что он взглавляет католическую партию народную партию австрии их и называют народниками это не националисты так вот он фактически смог создать такую группу поддержки и часто выявляет неготовность следовать арабские директивом европейского но самый последний пример который вам несомненно будет понятен сейчас в разгар израильско-арабская правильнее было сказать израильско-хамасовской войны он владеет одним из немногих европейских руководителей которые на своем концерам те то есть на резиденции канцлера австрийского вывесил израильский флаг а не политкорректно два флага рядом которые неизвестно что должны означать из-за этого собственно иранский министр иностранных дел не приехал в вену объяснив это что не может ступить ногой на землю где вывешен израильский флаг это примерно те же самые независимые позиции он занимал в последнее время по многим вопросам что же происходит с человеком который вообще-то претендует на роль одного из лидеров европейского союза а происходит вот что находится всегда находится какая-то мелкая мелкое дело аферка скандальчик который можно и нужно раскручивать вокруг имени такого человека его нужно как можно сильнее замазать грязь любого свойства вы это прекрасно знаете потому что происходило с американским президентом трамп так вот этого канцлера австрии себастьяна курса сейчас пытаются забросать комьями грязи упрекая его в деле которая во первых решительно не заслуживает такого внимания он обвиняется сейчас в даче ложных показаний в связи с делом двухлетней трехлетней уже давности когда распалась его первое правительство первое правительство его коалиционное состоял из его народников то есть католической партии и свободных партия и фрайгайт лихен свободная это право правоцентрическая националистическая партия австрии отнюдь не нацистская чтобы не путать эти понятия таких партий нацистских европе практически нет если они появляются то их тут же душат естественно и по праву так вот он был в этой партии произошел скандал скандал заключался в том что генсек этой партии естественно лица вице-канцлер то есть вице-премьер можно сказать господин штраха оказался в западне в подставе в ловушке где участвовал участвовала какая-то сомнительно сомнительная дочь российского олигарха и страх этот предложил предлагал ей тогда какие-то государственные заказы в обмен на финансовую помощь в компании предстоящей через пару лет или даже через год по моему после этого случая господин штраха и его партия вышли естественно из коалиции себастьян курс не мог держать таких людей находящихся тем более последствия в коалиции буквально через год обнаружил что это было чисто провокации провокаторы были все кто представлялись российскими деятелями провокаторами были все кто пытались добиться от него каких-то уступов это признано это документально зафиксировано тем не менее парадоксально не было ни судов ни следствий над этими провокаторами а жертвой оказался сначала штраха а сейчас и себастьян курс за то что якобы давал ложное показание вот и все ложное показание это одно из самых трудно доказуемых обвинений понимаете ложные могут оказаться и показания данная в слепой вере в то что человек говорит правду я сейчас не стану разбирать сути но скандал был раскручен так умело так целенаправленно так долгосрочно что через какое-то время обляпанный полностью грязью сейчас концерт курс бьется борется за свое выживание в политике вот так это делается в современной европе человека нужно уничтожить уже уничтоженный он перестает представлять собой угрозу для тех кто фактически евросоюзом руководит вот я собирался об этой истории рассказать она сама по себе поучительна и может быть даже он отобьется исключаются же всякие всякие перипетии которые позволяют человеку отбиться вот так случайно сейчас отбился израильский пример нет они явно практически когда из-за войны не им вызваны может случиться что он останется премьером страны просто потому что другие уже не могут продвигать те коалиции которые они продвигали после войны по ее результат так вот я собирался говорить о себастияне курса но надвинулись другие события которые как лучом в темном чулан когда луч света даже от батарейки попадает в темный чулан и выявляет вырисовывает страшные картины вот такой лучшим таким странным лучом оказались события в белоруссии это ведь тоже европа до самого урала белоруссия вы все знаете посадила чужой самолет с борта буквально похитила людей которые не являлись в данный момент формальными резидентами жителями белоруссии одна из них русская гражданка а второй который белорусской гражданина жил уже за границей уже запросил политического убежища в польше потом в литве в польше ему не дали кстати говоря литва еще не решат не решила вопрос в любом случае это акт явного государственного терроризма воздушного терроризма когда чужой самолет не имеющий никакого отношения к внутри белорусским конфликтам принудительно под страхом расстрела сопутствующим истребителем вынужден сесть белоруссии оттуда снимаются с борта нужные люди которые в поиске белорусской скорее разведки кгб в любом случае так вот это событие разумеется катастрофически подрывает всю систему международных отношений но мне в данном случае любопытно другое не любопытно реакция евросоюза эта реакция названа здесь европе в средствах массовой информации чрезвычайно сильно даже невиданно это сказал сильный так это и говорят впервые евросоюз пошел на на так на такие действия эти действия просто поразили всех и в том числе должны были навеять ужас страх и ужас на лукашенко и все его братья боюсь что они не навеяли такого ужаса лукашенко санкции которые наложил евросоюз на белоруссию заключается в том что белорусское небо будет сейчас для полетов и перелетов чего белорусское воздушное пространство будет закрыта а воздушное пространство европейских стран будет закрыта для бираль белорусских самолетов для их авиакомпаний вот такая вот страшная сила вы понимаете но теперь все лукашенко сдаваться пора он наверное придет с повинной какую-то из европейских стран может в соседнюю польшу кстати где был зарезервирован на море говорят под флагом плавала здесь как бы портом причалом портом резервации была польша то есть самолет на прямое отношение хотя самолет ирландских авиалий тем не менее имел прямое отношение к польше так вот на месте лукашенко казалось бы тут нужно спрашивать куда же явиться с повинной ничего подобного ведь для того чтобы принять решительные какие-то меры воздействия нужно просматривать чуть дальше чем наконец на кончик собственного носа нужно может быть даже видеть за угол что скрывается за этими действиями первое что приходит в голову причастность россии такая причастность не является результатом каких каких-то измышлений это причастность просто по последним встречам лукашенко с путиным по их последним уже весенним договоренностям совершенно очевидно и реакция россии была однозначна это была реакция поддержки это было если поддержки своего изгоя своего брата по изгойскому состоянию так вот россия поддержала лукашенко устами или секретаря кремля искал устами мари захаровой из мида но что еще нужно где еще выше искать вот путин не не станет высказывается из-за таких мелочей но если считать что это совместная операция проведенная по согласованию а может быть при прямой поддержке на борту кстати было четверо российских специалистов в кавычках которые и оформленных оформлен техническую сторону дела то есть все эти документы нужны для сейчас для доказательств сейчас что на борту была тревога по помыть по поводу заминирования по поводу бомбы и прочее прочее бред собачий нужно оформить так чтобы сигнали сигналы приходили с воздуха и белоруссия могла зафиксировав всю эту галиматью представить это международным органам как доказательство того что у нее были все основания такой самолет принудить посадку принудить посадку так вот если исходить из того что россия прямой актер событий все что делается только с белоруссией и ограничивается ее дипломатическим статусом ее воздушным пространством является полной бессмысленностью является глупостью заранее вмонтированной во всю эту конструкцию если накладываются какие-то санкции против белоруссии но ничего не говорится о роли россии серьезно ничего не говорится она ни в чем не обменяется до сих пор то такие санкции представляют собой очевидную глупость которая к сожалению не принесет нужных плодов а что же она может привести но если россия видит что часть ее в компании белоруссии оказывается в ситуации обструкции каких-то изолирования и прочее то это же прямой путь к осуществлению и кого и мечты господина путина к объединению двух союзов ведь по поводу россии ничего не было сказано я повторяю это не случайно то есть белоруссия может пересесть на самолеты аэрофлота летать спокойно куда угодно в тот же париж считаясь белорусами а может они уже будут частью союзного государства союзное государство никаким санкциям не подвержено его еще пока не там даже не создано вернее существует она только в теории на самом-то деле конечно реально пока не было но все это дает возможность путину и лукашенко представить свое потенциальное объединение как следствие мы как следствие этих идиотских ходов они будут чувствовать себя как бы принужденными к этому объединению и объяснять своему населению просто на пальцах на десяти пальцах двух рук что мы другого выхода не было вы хотите летать в париж ну давайте летайте туда как граждане союзного государства все же просто вот куда может вести такая государственная слепота курина неспособность просчитать трех ходов на что будет делать евросоюз наложивший санкции на белоруссию и имеющий дело с союзным государством российско-белорусским сейчас скорее всего это и возникло все многие кстати говорили что такое объединение произойдет не позднее чем осенью этого года возможно это были речи возможно это были слухи возможно это были сведения на основании двух серьезных встреч весенних между лукашенко и путин сейчас сделать это будет легче потому что для этого появились какие-то якобы формальные основы вот куда ведет повторяю неспособность считать до десяти представление что если мы сказали 5 а выскочила шестерка после этого то это же чудо это же невозможно было предсказать что после пяти последует часть а вот так и случается и примерно так я перехожу к ситуации с предстоящей встречей байдана и путина эта встреча не только не была отменена вообще-то решительный человек рейгановского типа я уже не говорю про маргарет тэтчер весьма решительную даму я не говорю и про черчил решительный политик который чувствует под ногами твердую почву чувствует настроенное правильно общество которое готово поддержать вот такой решительный политик сейчас воспользовался в этим случаем чтобы сказать простите в этой ситуации речи о восстановлении дружеских отношений о нормализации отношения между соединенных штатами и россии говорить не приходится для начала вы своего лукашенко арестуйте для начала вы его выдайте международному суду и сами поучаствуйте в нем для начала вообще пойдите на встречу в осуждении акта государственного воздушного терроризма но ведь этого же нет путин после того как россия устами уже названных но и людей одобрила это они его назвали наоборот замечательной операции который доказывает талант наших спецслужбистов так вот такой россии встречаться и улаживать отношения это значит сдаваться это не компромисс уже сдача это полная сдача иногда задаются вопросы почему россия издала список недружественных стран там всего две страны представляете себе ведь в списке одной стороны быть не может они список это не список список может быть из двух и более так вот две страны чешская республика которая очень не угодила в связи с террористическим актом в селе в арбетице здесь где взорвался склад снарядов армейские армейской амуницией так вот списке две страны и многие задаются вопросом как-то странно что совсем крыша поехала чем не понимает что список где нет польши польши где есть американская база военная называется трамп да форт трамп больше которая во всем противится россии своими нет украины с которой вообще война идет просто война нету этом списке недружественных станет прибалтики нет какой-нибудь там великобритании почему это же смешно конечно концепция которую я предлагаю может восприниматься не всеми но как любая спекулятивная концепция она может иметь место я считаю что там в этом списке не государства угрожающие безопасности россии или и даже международного престижу скажем так не государства заведомо слабые которые легко в прямом контакте унизить растоптать дать им выволочку дать по пальцам или как это раньше называлось просто устроить им полный облом таким двум государствам прямом контакте выявив их ничтожную и жалостную смешную сущность у чехи это сделать несложно потому что так они же сами договориться не могут вообще что это было что же они обвиняют россии есть в этом своя своя бандитская логика так рассуждает бандит хотя все они понимают и он понимает лавров что раз там были российские спецслужбисты прямо на месте это значит они имели отношения нижней не курортниками при этом ну и так же и в этот здесь парадокс и мы подходим уже совсем вплотную комитет также такой же смешной оказывается в этой ситуации нынешняя администрация президента байдена она оказывается смешной и жалкой кстати к этой этой их смешной роли еще более подвели события в беларуси президент который сейчас после объявления того что произошло не способен дать как говорили у нас в детстве сильный отлуп а вместо этого чего-то такой жалостно просит слезливо просит о встрече такой президент такая администрация является слабой ведь вспомните сейчас в рамках международной конференции так называемого арктического совета брейкевики энтони блинкен госсекретарь министр иностранных дел скажем так соединенных штатов и тот же лавров встретились брейки что же после встречи заявил лавров ведь все требует понимания речь слова требуют понимания их нужно понимать когда они произносятся тут недостаточно так как поставить галочку что-то он сказал нет брейкин сказал прошу прощения лавров сказал совершенно открытым текст он сказал ситуация отношения между нашими странами испорчены давно и очень серьезно испортил их барак обама сначала своими выходками по отношению к нам к россии державны от травм который пришел ему на смену и от которого ожидали поворот от улучшены так вот этот травм плохие отношения наши еще усугубил он сделал их еще хуже все что он делал он делал для россии плохо поэтому я сейчас просто почти цитирую лавров и каждый из вас послышал эту пресс-конференцию скажет что я цитирую близко к тексту так вот президент байден однако же сказал лавров это другой типаж мы хотим верить в то что он свои предложения о нормализации отношений говорит серьезно что он убежден в этом что с ним в конечном счете добьемся радикального улучшения этих отношений подумайте внимательно не трамп русский агент и вообще собачка путин 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 не трамп улучшил отношения так считают недоумки из российских либеральных средств массовой информации и других тоже а улучшить отношения сможет байден тот который якобы сказал что путин это же наемный убийца и когда он этого не говорил во первых но это это работа меди когда ему стефанопулус подсунул это нельзя ли сказать господин президент что путин убийца тот промямлил может быть что-то вроде этого просто сказал да может быть так вот этот путин этот байден которого обожествляют либералы всех стран объединившиеся уже он как сказал лавров просит о встрече а мы сказал лавров буквально заканчивая вот эту тирану а мы сейчас обсуждаем когда где и на какие темы мы ему такую аудиенцию дадим вернее путин даст сейчас уже решено что это будет 16 июня в женеве и вот представьте себе путин обставил атмосферу создал атмосферу вокруг накануне встреч такую атмосферу что как говорится дальше уже ухудшать нечего он создал атмосферу репрессий посадил навального после всех кого можно он изгнал из страны всех сейчас кстати изгоняет фактически свободную свободу свободную европу то есть настоящее время все другие американские средства массовой информации и вот на этом фоне на этом фоне решительный такой радикально решительный байден который сейчас ему покажет ему сейчас сыпят по первое число сейчас он украину освободит от российского вмешательства сейчас он все вот на этом фоне байден едет в женеву умерет умиротворять путина добиваться нормализации отношений с этим путиным который уже не считай даже нужно вскрывать диктаторские замашки вот с чем мы сейчас имеем дело когда мы говорим о новой американской администрации так себе сейчас по-моему у нас половина середина часа это сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут после чего вернемся обязательно продолжим возвращаемся в программу эфима фиштейна похищение европы телефон студии 847 4 0 0 5 2 0 0 если у вас будут вопросы вы всегда можете набрать этот номер телефона и задать ваш вопрос эфим я бы хотел еще вот какую тему чтобы вы коснулись всплеск антисемитизма причем в европе в америке совершенно дикой ситуации на уровне бытовом то есть когда выходят скажем демонстрации в поддержку израиля вот в этом противостоянии с террористами хамаса а вдруг появляются пропалестинские какие-то холл бандиты и начинают применяют насилие или скажем там сидят люди в ресторане заходят пропалестинские бандиты и спрашивают евреи есть есть и начинают бить натурально то есть но как бы это все с попустили 100 властей на что касается самой власти в конгрессе в сенате есть сенатор из вермонта по моему который из вермонта и не помню точно который так сказать предложил резолюцию на осуждающую израиль ну и не говоря уже о нижней палате где такие склад так называемый кортес там тлаип омар омар вообще предложил решить проблему антисемитизму выступая сказала что антисемитизм направлен против евреев так чтобы эту проблему решить нужно всех евреев вы выслать или вывести из израиля и из соединенных штатов америки и тогда эта проблема решится а кстати сказать и к сожалению евреи в америке порой ведут себя как безумцы я помню еврейские протесты против решения трампа ограничить въезд исламистов в америку ну а сейчас вот эти самые исламисты бьют евреев то есть люди не извлекают уроков или они думают что если они выступали против трампа то им не достанется достанется просто когда достанется будет уже поздно это сейчас скажем конкретных людей еще это не коснулось но коснется когда-нибудь но в общем демократическая партия если говорить опять о политиках выходит с предложением там скажем ограничить поставку запретить поставку оружия в израиль и оказывает колоссальное давление на зиц председателя который как бы пытается лавировать между молотом и наковальней вот такая ситуация ну и то что про и проходит во первых справедливости ради нужно сказать что во многих странах прошли орали в поддержку израиля но и наряду с этим к сожалению есть и обратная сторона ну вот по этому поводу если бесконечно вы сами понимаете что или не случайно называли вечным жидом потому что еврейство живет вечно и поэтому говорить об этом можно до бесконечности я готов сделать темы нашего наши следующие передачи скажем европа и антисемитизм или даже европа и соединенные штаты антисемитизм что эти проявления миллион знаете сегодня газета нью-йорк таймс может это было вчера простите но мне кажется что даже сегодня назвала вчерашнее или последнее выступление антисемитов в америке миролюбивыми проявлениями буквально сегодня сегодняшняя газета нью-йорк таймс и это нью-йорк таймс что она назвала миролюбивыми да поджоги сыноку избиение личное мордобой вот формы проявления миролюбия понимаете но повторяю эта тема исключительно обширна я готов заставить видео для следующих хорошо но это что касается антисемитизма такого традиционного бытового что касается изменения политики как ведут себя американские политики скажем ну готов он готовит деньги в газу отправить в сша тут готовятся какие-то причем блинкин заявляет о том что деньги которые будут отправлены в газу не попадут в руки хамаса но это это наивно это все равно как билл клинтон отправил свое время 5 миллиардов долларов северную корею якобы помочь народу северной кореи и только наивный или тупой человек может поверить что эти деньги пойдут на помощь там рядовому какому-то корейцу или палестинцу конечно же людоеды которые контролируют всю газу все эти деньги осядут в карманах этих людоедов но и значительная часть пойдет на восстановление а террористической инфраструктуры только наивный человек может думать что эти деньги помогут там скажем мирным жителям условно говоря мирным хотя больше наивности сыгранных хорошо или просто действительно тупости а может быть левизна мышления вообще не дает возможности проникнуть это даже почти технологическая проблема они не могут проникнуть в суть вещей понимаете не могут проникнуть проблема повторяю вечно и она имеет много философских коннотаций на самом-то деле всегда когда человечество забредает в чащу и теряет ориентацию она интуитивно ищет организатора этой темноты каоса вот этого непорядка беспорядка и находит его стандартно в том что под рукой а почему вы думаете две тысячи лет находили а сейчас должны перестать находить виноватого да нет тот же виноватый еще и потому что что он способен это взять на себя и потянуть что там не грозит отступление какое-то но это повторяет философская проблема я готов к ней вернуться она сама по себе основательно я просто хочу сейчас вернуться к тому как обошлась эта администрация со своими клиентами вы знаете прекрасно и наши слушатели знают что владимир зеленский президент украины пожурил а что ему остается делать со своей позиции не может иначе пожурил байдена за то что тот кинул украину ведь кинул это вместо того чтобы дать по рукам россии убрать убрать ее из донбасса и прочим зеленский его пожурил и вот что интересно я буквально на днях может даже вчера я слушал по какому-то из популярных либеральных каналов разговор двух и не самых последних политологов очень видны политологов российских разумеется либеральных из тех что скажем меня забанили там потому что нет я не понимаю того великолепного что будет сопровождать президентство байдена я просто не понимаю что он спасет украину так вот они с видами как будто они съели лягуши с такими видами думали о том что же произошло и пришли к выводу что не иначе как в администрацию байдена прокрались какие-то агенты и ставленники трампа это он им дает такие плохие советы что они совершают одну ошибку за другой иначе он был просто замечательным ну конечно вы понимаете что случаются же на пути вот такие странные ошибки особенно когда враги враги же круглый вы понимаете кольца врагов вот и мне любопытно как эти либеральные мыслители поведут себя дальше что они будут придумывать ведь эти ошибки которые просчитывались давно и самого начала и мы с вами заранее до долга до вступления байдена в должность говорили они они неизбежны просто потому что существует логика развития событий они просто неизбежно так вот они уже начинают придумать но почему же почему после девяти следует десятка кто это мог ожидать совершенно не видно так вот я с удовольствием посмотрел на их рожи этих баденистов самозванных как они будут воспринимать попытки байдена сблизиться с путином путин доедет туда чтобы унизить любая нет любая нормализация отношений является унижением для америки за происходит в этой атмосфере сегодняшней любая повторяется единственный правильный ход до бы извините в этой ситуации я не могу по мне не даете возможности своими шагами но нет уже зайдется он поедет с удовольствием поедет восстанавливать к этому убийца наемную восстанавливать отношения но легко издеваться над этими недоумками но дело в том что недоумочной является вся российская лидеральная интеллигенция вот трагедия понимаете этим недоумкам сейчас только жалеть но ведь они высказывали эти мысли они съедали предыдущего президента который мягко слал но жестко было путем спать это то что имел ввиду лавров это то что он хотел сказать что байден еще ухудшить отношения посмотрите на северный поток 2 но это же черт знает что ведь трамп на год и два месяца остановил строительство заблокировал деньги этим фирмам наложил санкции на фирмы строящие и они уже почти отказались что делает сейчас байден а делает для идиотов решение конгресса дамы мы будем санкции проводить осталось в некоторых местах 10 километров стойка идет ударными темпами началась она через пять дней снова началась после перерыва годичного с половиной почти через пять дней после вступления байдена в должность и она идет ударными темпами и закончится буквально через но сентября уж и август уж точно все это так вот для нищих духом конгресс принимает резолюцию о санкциях а джин саки как вы называете саки она говорит помилуйте но не уже невозможно остановить как же можно ставить когда это уже почти в виду берега эта труба уже проложена нет нет да и потом вообще знаете интересы нашего союзника вот что нас печаль интересы союзника нам для нас превыше всего а что украина не союзник хотя она не член нато а польша член всех объединений она не союзник и польша и украина и прибалтика говорят да вы убиваете нас без ножа просто тем что завершаете а она говорит союзник германия знаете смотрит на это дело иначе мы должны учитывать они очень учитывают настроение в германии как бы ну так для чего принимаете в конгрессе смешную резолюцию повторять для нищих духом сказки для бедных как говорится десятой категории сказки когда пресс-секретарь белого дома говоришь да невозможно остановить так а почему вы не остановили когда уже было остановлено когда можно было продлить санкции или еще даже сделать мощнее короче вот с этим нам приходится иметь дело и что в результате байдену есть что показать путина скажет смотрите северный поток кончается уже и я и моя администрация позаботились о том чтобы довести дело до успешного конца он прием он приходит как говорится не с пустыми руками путина и он не наверняка разжалобит сердце диктатора тот ему тоже что-то взамен даст правда это будет нечто что американцам абсолютно не нужно сегодня так вот с чем мы имеем дело сейчас и на этом фоне эти ублюдочные разговоры недоумков или межеумков о том как закрался в штаб байдена какой-то агент трампа это смешно слышать вообще своими ушами слышал это из уст весьма уважаемого комментатора который уже 30 лет рассказывает о том что он давно 30 лет назад уже сказал что к весне путин убрет или уйдет вот так вот чем нам приходится сегодня медиа но договорились сергей давай тогда прямо до следующей нашей встречи заготовим тему антисемитизм тема серьезно она кстати совсем имеет не только бытовой свой уровень но и метафизический не в первый раз что называется валить на евреев и не в первый раз они отвечают как ответил каифа понтию пилату когда тот сказал но кровь его падет на вас и на детей ваших и каифа сказал это наше дело мы разберемся мы с дюжим мы вы дюжим с дюжим вот и сейчас приходится говорить этим антисемитом мы там с дюжим а вот сдюрзли вы вы лучше подумайте о своих потом чем думать о наше с нашими мы и сами каким-то образом справимся так вот эта тема конечно большая сегодня буквально появились сообщение о том что редактор bbc какая-то женщина фамилию забыл на арабская мусульманская фамилия написала в своем твиттере что нужно за гитлера довести до конца его дело он был прав там буквально написано гитлер был прав так вот что вы думаете это самое тлаи призывая выселить евреев она куда их хочет выселить куда в райский уголок какой-то да нет ну не было время была какая-нибудь там патагония грабиджан болото при амурске вот что она хочет то есть она ищет возможность цивилизованно убить евреи уничтожить гитлер вот несколько неосторожности использовал крематорий а она предлагает еще даже не сумела сформулировать для себя что именно но предлагает возможность убить это это по моему хороший и правильный итог их леволиберальных разрушений скажите а нет там звонка нет народ внимательно слушает я так полагаю 847 4 0 0 5 2 0 0 если у кого-то есть желание задать вопрос или может быть высказаться по этому поводу пожалуйста 847 4 0 0 5 2 0 0 интересно в ютюбе идет дискуссия давайте примет звонок на добрый день пожалуйста добрый день отличным было таким же предложением кого-нибудь в борьбе с дискриминацией черных вы заселить всех черных из америки понимаете что черная это прогрессивная раса вы видимо еще не ознакомились так называемой критической теории рас черная прогрессивно нельзя выселять это целый блок голосующий за демократов давайте примет следующий звонок интересно послушать добрый день здравствуйте уважаемые семья во время первой части вашего передачи ехала не очень хорошо слышала моё радио плохо брала машине вот то что этот хитроумный лукашенко устроил вот такой вот димаш и он он же знал что это будет что он останется полной изоляции у меня вот такое впечатление что и его или его поставили в такие рамки путинские эти деятели спецслужбы что ему теперь единственный выход действительно идти под россию или это сделали какие-то путинские агенты в белоруссии потому что он настолько хитрый настолько изворотливый что он мог предположить что он останется один как говорится против всего мира в результате этого действия это вообще не не воспринимается никаким умом как из одного какого-то журналиста устраивать вот такой вот димаш вы на сто процентов правы и я с вами совершенно согласен особенно с тем выводом что это подводит его к тому что ему остается идти под путина под россию у него почти выхода нет он не изолирован россия это граничит с белоруссией она готова сразу же открыть свои объятия приходи дружок ну вот и в этом и замысел хитроумные а кто стоит за ним я думаю что не лукашенко это чувство чувствуется гиббистская путинская хватка я думаю что они стоят за этим они просто подвели европу под такую в такую ситуацию вогнали где выхода нет или нужно принимать решительные но почему скажем вместо того чтобы просто воздушное пространство не использовать они ничего даже не закрыли они есть не будут использовать почему скажем не прерывать дипломатические отношения не отозвать послов это первый шаг не отозвать всех послов евросоюза ведь никто не отозвал евросоюз не отозвал понимаете может быть это еще в будущем когда лукашенко расстреляют своих оппонентов или что-нибудь такое сделали что они исчезли вы же видите как он и так он их подвергает какими стезательствам чтобы они сознавались вниз не сделанных несодеянных преступлениях я считаю что за ними за лукашенко в данном случае стоит это сыгранная игра они работают в паре и в этом смысле с точки зрения достижения своих целей работают успешно ведь подумайте короновать всю эту их аферу будет байден он в женеве будет короновать он же вынужден там обнять поцеловать пожать руку в любом случае и заявить о невиданном успехе своего начинания вот же позорище у него перед ним диктатор которого якобы он назвал убийцей а он будет с ним обниматься он будет говорить о вечной дружкой иначе не предвидится такие встречи не могут закончиться развалом вот так вот так и есть хорошо спасибо вам за вопрос ефим спасибо огромное за передачу и до встречи в следующий раз до встречи в следующий раз и если вы будете настаивать давайте с удовольствием это проблема вечная проблема которая к сожалению с годами своей актуальности не утрачиваем всего доброго